Секреты, баги, интересные моменты, о которых вы могли не знать, друзья, в Скорим Спешл Эдишн! Всем привет, меня зовут Сагира Вантовый, канал Мистер Кэт, давайте начнём! Самый сильный воин! Да, друзья, если ещё не видели, у меня есть гайд «САМЫЙ САМЫЙ СИЛЬНЫЙ ВОИН!», ссылочка внизу, потом зацените, если ещё не видели. Ребят, я в Скорим играю уже с 2011 года, ну, конечно же, не постоянно, были какие-то паузы, но, тем не менее, прохождений у меня уже очень много, если так посчитать, то, может, раз 15 я пытался полностью его пройти, прям всё-всё-всё-всё-всё, и в каждом, в каждом чёрт прохождении я находил для себя что-то новое, что-то необычное, какая-то новая фраза, пасхалка, какая-то новая вещь, какое-то новое добивание, даже вы видели в моём стриме, жесть! И вот очень интересный момент. Совсем далеко от Маркарта есть ферма с Салвием, и сам Арагат Салвий. Если к нему подойти, то он может выдасть, может! Очень любопытную фразу, смотрите. Я пережил восстание, изгоев, нежить, ведьм, чародеев, ворожей и женитьбу. Не-не-не, это не та фраза. Вот, ребята, фраза, послушайте внимательно. Дальше уже жди какой-нибудь чумы, и нежить начнёт разгуливать по земле. Ничего вам не напоминает? Друзья, мне кажется, данная фраза это прямая отсылка-пасхалка над The Elder Scrolls 3, Морвин. Почему? Да потому что там была чума. Там практически на всём Морвинде была чума, которая называлась Корпус, по-моему. Там вообще с болезнью было очень-очень жёстко, и Корпус это практически неизлечимая болезнь. Но всё равно я помню точно, что по главному сюжетному квесту вы должны были есть за болей. И помню, ребята писали какой-то баг, что можно было что-то такого наделать с этой болезнью. То есть, ты по сюжету должен выздороветь, но ты можешь не выздоравливать и получать какие-то преимущества. Я точно не помню, какие. Мне писали в комментариях, если что, кто знает, напишите, пожалуйста. Но это, ребят, отсылочка-пасхалочка над The Elder Scrolls 3, Морвин. Приятно. Довольно любопытное место, которое находится совсем недалеко от Рифтона. И это... Кристаллическая пещера. И я советую всем новичкам её посетить. Это небольшая локация заселена животными и пауками. По центру какой-то большой камень. И на камне какой-то троп. Как мне нравится это музыкальное сопровождение. Я надеюсь, такое тоже будет в шестых свитках. Здесь покоится Гатнер. И рядом с ним уникальный именной волшебный посох Гатнера. Но это ещё не всё. Давайте заберём его посох и посмотрим более подробно. Волшебный посох Гатнера. Существа люди уровня 4 и ниже атакуют всех подряд в течение 60 секунд. Но ребята, возможно вы кое-чего не знали. Если вы прокачаете иллюзию до 70 уровня и вкачаете перк неистовство. У меня кстати было видео, как легко можно прокачать иллюзию. Ссылочка внизу. И смотрите, что он даёт. Заклинание бешенства применит противника более высокого уровня. Сочетается с обманом людских глаз и обманом животных. Давайте теперь посмотрим на этот посох. Теперь друзья, существа и люди уровня 16 и ниже атакуют всех подряд. Всех подряд уже не такой бесполезный. Согласитесь. Но это ещё не всё. Заходим к нему в инвентарь. У него есть довольно редкая книга Тайна Талары. Она прокачивает нам один уровень восстановления. И стоит, сколько она стоит? 55 монет. Неплохо так для книги. Всё забираем. Всё забрали. И выходим, ребят. Полностью выходим с игры. Также нужно выйти с локации. Возвращаемся. Смотрите. Опять же. Опять же отправляемся к этому трупику. И опять его лутаем. И, ребят, у него опять же появляется эта книга. И так бесконечно. Можно немножечко поднять себе бабла. Локация. Вечерний переход. Это та локация, когда мы отправляемся в забытую долину по DLC Дангарда. И меня всегда интересовал один вопрос. Кому это поклоняются фалмеры? Не, ребят. Это не просто скелет. Обратите внимание, что он обгорожен специальным заборчиком, чтобы не дай бог не подошли, не тронули. Ноги накрест. Хм. Напротив две какие-то странные статуи. Крылья. Как будто у лорда вампира. И клешни. Причём тут клешни? Что это чёрт возьми такое? Но больше всего меня привлёк как раз-то череп с ладошками на голове. Я такой подумал, слушай, я же где-то это видел. Я сто процентов где-то это видел. Смотрите, ребят. Да, ребят. Это Fallout 4. Кладбище. Все мы помним эту локацию. И здесь есть довольно любопытное место. Находится оно вот здесь. Это, видимо, склеп переделан под какой-то храм. Я не знаю, под какой-то странный храм. С веечки. Видите? И череп с ладошками. Череп с ладошками. Точно такой же практически, как и в Скайриме. Может быть, есть какое-то божество? Погодите. Собачка кого-то учуяла. Ага. Привет. Давайте по руке. Ай. Больно. Ребята. Ребята. Можете обнаружить полностью разрушенное каменное здание. С металлическими дверями. С металлическими дверями. Но если мы подойдем поближе, то мы увидим, что в бывшем тут была, наверное, тюрьма. Потому что дверь клетки. Именно дверь клетки. И знаете, на что я обратил внимание? На что никогда раньше не обращал внимания? Странно. Обратите внимание на замок. Видите? Он закрытый, да? Открываем, и он автоматически открывается. А так закрывается. Я не знаю. Это мелочь, но я никогда не обращал внимания. И только тут, только тут я на это обратил внимание. Скайрим. Боже мой. Теперь идем сюда. В принципе, за эту книгу я знал. Эта книга качает нам один пункт колдовства, заботы воина. Угу. Полезная штучка. Стоит 53 монеты. Но я не знал, ребят, что под этой корзинкой прячется еще один приятный сюрприз. И это сейф, друзья. А именно уровневый сейф, который можно взломать. Он взламывается довольно легко. И внутри безупречный рубин. И чуть-чуть золота. Вот такие вот сюрпризы. Теперь мы отправляемся на Солстейм. Дополнение Драгонборн. И нам нужна шахта Вороньей Скалы. Помните эту прекрасную локацию, в которой я устраивал челлендж? Так вот, друзья. Тут есть секретная дверь, за которую вы могли не знать. И находится она сразу за этим водопадиком. Вот, смотрите. Заходим. И тут дверь. Закрыта на ученика. Здесь спрятан редкий волшебный лед Сталгрим. Но помните, чтобы его добыть, у вас должна быть древняя кирка. Сирозимная застава. Это маленькая пещерка, которая находится под камнем ритуала. Это недалеко от Вайтрана. И тут есть одна мелочь, на которую я раньше не обращал внимания. Но вы должны это видеть. Смотрите. В этой локации обитают тролли. Жесткие тролли. Так что не советую вам суваться сюда на первых уровнях. И сделали себе здесь уютненькое гнездышко. Везде черепы. 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 И черепы. Ну и конечно же мертвецы. Но, ребят, меня удивила совсем другая вещь. И мне кажется, это немножечко странно. Смотрите. Вот что меня удивило, ребят. Они выстроили ровненькой линией черепа людей. Типа украсили свое жилище. Да? Вот такие вот неразумные существа. Хотя, может быть, это какая-то пасхалка. Какая-то к чему-то отсылка. Черепов именно 9. Ребята, если есть какие-то предположения, напишите, пожалуйста, в комментариях. Интересно. В игре есть довольно забавный баг с факелом. Но для начала вы должны поставить его на быструю кнопочку. Чтобы поставить на кнопочку, вы должны зайти в разное, найти факел, включить F, потом Q и выставить, например, на двоечку. Выставили. Теперь вы можете просто одной кнопочкой доставать или снимать его. Берем факел в руки и бежим. Кнопочка Alt – это ускорение. Бежим ровно до того момента, как у нас стамина закончится. О, Майкл Лжец, привет и пока. Вот, стамина закончилась. И тут важный момент. Как только она появляется, мы резко два раза нажимаем на Alt и зажимаем его. И все. И наш персонаж бежит, бежит, бежит. Как видите, стамины уже давным-давно нет. А мы бежим. Мы бегон. Мы бегон. Ребят, конечно, факелом нужно побольше, потому что они бесконечно не горят. Но мы просто-напросто вот здесь аккуратненько поворачиваем. Поворот. Просто зажимаем кнопочку раз-два. Поменяли и все. И можно бежать сколько угодно. Только нужно хотя бы раз-две минуты вот так вот менять факел. Вот. Вот, ребят, вот такой вот забавный бах, который позволит вам бежать через весь Скайрим. Никита Жугов написал мне за одну забавную вещь, за которую я не знал. И связана она как раз-то с кроликами. Ребят, на вас хоть раз нападал разъяренный кролик? Нет? Так вот, это можно устроить. Мы просто-напросто берем магию иллюзии мужества и кастуем в кролика. Смотрите, ребят. И кролик становится агрессивным. Он на вас нападает. Пытается напасть. Смотрите. Пытается забить мягенькими лапками. Я не знаю, это странно. Это просто странно. Агрессивный кролик, который ничего не может сделать. И теперь просто-напросто будет бегать за вами. Пока вы ему что-то не сделаете. Потому что, когда такое состояние, быстрое перемещение невозможно. Это просто забавно. Может не знали, может знали. Едем дальше. Как я люблю грибы, друзья. Вы просто не представляете. И передо мной сейчас гриб гниль на миры. Только не подумайте, что я люблю поганки. Не-не-не-не-не. То я уже вижу ваши комментарии, как вы мне пишите все. Теперь понятно, какие грибы ты употребляешь. Не, ребят. Просто сейчас мы обращаем внимание на внешний вид этих грибов. А теперь обратите внимание, какие они огромные в черном пределе. Они просто гигантские. И всего лишь одно место. Всего лишь одно место там есть, где растут эти огромнейшие грибы гниль на миры. Вот, смотрите. Гниль на миры. И они просто огромнейшие. Одно место. Всего лишь одно место с такими грибочками, ребят. Почему они такие большие? Как вы думаете, а? Ну, на самом деле, если мы посмотрим на черный предел, то мы увидим здесь много огромных грибов. Скорее всего, это какая-то магия. Магия этой локации. Что даже такие вот маленькие грибочки начали расти в невероятные размеры. Локация Ветреный пик. Я думаю, вы уже узнали ее. Именно с этой локации я понял, что Скорим это не просто игра. Это целая жизнь. Боже мой. Именно из-за этой локации, когда я проходил, я понял, что я влип. Я влип надолго. И Ваня Ситова, господи, надеюсь, я правильно читаю фамилии, подсказал мне за тайник, за который я не знал 7 лет, ребят. И самое интересное, я здесь специально все обыскивал. Думал, что, ну, типа, локация большая, должно быть что-то, но ничего не нашел. Смотрите. Перед самым входом мы поворачиваем налево. Теперь мы поворачиваем направо. И еще раз направо. И ничего не видим. Скорее всего, точно так же и я обыскивал тут все и ничего не нашел. Ребята, нам нужно двигаться дальше. И здесь в кармашеке мы видим тайничок с сейфом и с аптекарской сумочкой. Давайте посмотрим, что тут спрятали. Угу. Градиенты. Ну, самое ценное. Адептик. Ничего себе. Так, давай. Есть. И? Аметист. Ну, так себе. Золотое кольцо с бриллиантом стоит девятьсот. Ого-го-го-го-го-го. Боже мой, Скайрим. Я тебя люблю. Квест. Трудные ответы. Маркарт. Гильдия воров. И в какой-то момент вы появляетесь на вот таком вот балконе. Да? Помните его? Отсюда нельзя совершить быстрое перемещение. И, например, вот так вот спрыгнуть. Но есть один тайный проход, о котором вы могли не знать. И вот он. Проходим сюда и двигаемся дальше. Идем, идем, идем. И на какой-то камушек. И, друзья, мне кажется, это еще один прыжок Веры. Посмотрите, вниз можно прыгнуть. Какая тут красота. Водопад какой-то и там, и здесь. Очень красиво. Ну, давайте попробуем прыгнуть. Так, ты готов? Ой-ой. Вау. Ух ты. Тут какой-то скелет. А ну, давайте вынырнем и еще раз туда нырнем. Да, тут два скелета. Это вот один, вот второй. И сразу перед глазами их история. Скорее всего, это воришки. Почему? Да потому что, видите, монетки. Наверное, что-то украли. Тоже нашли ту секретную тропу. Пробрались. Хотели убежать, но ударились об камушки. И умерли. Боже мой. Скайрим просто кишит этими маленькими историями. Вот почему Скайрим так долго живет. Потому что он атмосферный. Ох уж этот Скайрим, друзья. Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Комментируйте. Напишите о том, о чем не знали в этом выпуске. Спасибо вам, ребят. И огромнейшего вам счастья. И, конечно же, секреты Скайрима бесконечны.